запрессовывал я его как оправки нету толком ничего туда не подлезть ударяешь молотком он выскакивает значит я намазал эту поверхность герметиком чтобы он такой более скользкий был до мало царапины какие там держала вставил вставил его сюда то есть он по фаске зашел и потом взял шкив поставил и шкивом шкивом сальник получается уперся вот сюда и шкивом я задавил его туда на свое это место сейчас надо какую-то сюда шайбу еще найти чтобы шайбы чуть-чуть поглубже продавить его иначе он будет тереться по эту плоскость ну и хана ему сейчас буду что-то искать какой-то вариант сюда ложить и дальше шкивом продавливать потому что пробивать чем-то чтобы его толкая идеально ровно его не поставить так то можно было постучать да ну и там не видно нифига то есть доступ к сальнику отсутствует то есть ты не видишь все плоскости как он ровно встал неровно он стал аж и вон он сто процентов ровно встает потому что ну шкив же ровно идет давид он четко идеально ровно стал вот надо сейчас как-то дальше продавить его не знаю как сейчас как-то буду думать как это сделать сальники затолкал да теперь надо чем-то его дальше толкать несет такая шайба подшипником не получится потому что он слишком высокий и не хватит не отцентровать надо подложить вот такую шайку вот у меня шайба это меток карточил когда я фронтал делал фронтальную установку это шайба чтобы не ходил фронтал туда-сюда и помнит токарь не точил несколько шайб и вот это у меня как бы лишние вот она почти одевается видите сейчас я фрезу и и расточу внутренней тут вообще дышка вот почти отделать видите вот а наружный тоже на два миллиметра меньше я взял штангель и вот пока все ровно и просто карман станка отчертил вот так вот видите и сейчас вот эту часть сторону от эту я щас машинкой обточу по кругу и она мне ровно сюда встанет чуть меньше этого будет место и я ровно ею запрессует а мне надо тот меньше запрессовать чем это поэтому я буду не до конца будут потихоньку разбирать смотреть ну вот так вот решил выйти с этой ситуации потому что другого я не вижу способа повезло что такая шайба есть а я знал что есть но не был уверен диаметре но думал поехал на участок к себе и нашел там вот эти две шайбы которым я лишним или не ход почти эти в идеал ну почти чуть-чуть бы блин поменьше токарь бы сделал бы наружный не 878 и все у 77 там было бы все отлично ну я думаю точно так же задавлю вчера в авито ночью наткнулся на манипуляторную установку петрозаводской 200000 она стоит позвонил сегодня в два часа дня поговорил с человеком узнал что там как он мне говорит да да все нормально там все хорошо я уже начинаю гнать волну искать доставку до мурманска фури там разместил в ате объявления позвонил другу который ехал на касса с питера заедь посмотри он гитнул если успею посмотрю так 9 вечера буду нужно поздно наверное ну в итоге звоню пол девятого челу говорю ну чё там как я готов выезжать груза завтра он грана не вареная нет не вареная башня все отлично там тоннаж такой-то поднимает но установка скажем такая смотря для кого для меня она нормально у меня искание 81 года в ду задний мост передний мост короче на рессорах все нормально шестерка мотор турбовый самая слабая она с будкой стеколопластиковой и как бы с лопатой сзади ну гидролифт вот и хочу будку отрезать по периметру укоротить платформу и поставить за кабину манипулятор а сзади сделать немножко загнуть раму немножко перегнуть сделать перегиб и что был заезд машины загонять ну трактор можно перевозить там как у меня на и на вольве фл была на моей на 6 крошел ком с этим поговорили поговорили в итоге он говорит такой не подожди не едь этом людям обещал я бы смысле обещал тебе с утра что ли звонили нет не с утра звонили два дня назад я им сказал что пока я им не покажу то я продавать никому не буду блин ну а нафиг мы с тобой разговаривали днем вот это вот ты мне сразу не мог сказать звони завтра после обеда если люди не купят будем базарить чё смысл не разговаривать то было с тобой о том чего нету сейчас она есть а завтра может после обеда но не может может его не быть чё базарить ни о чем стрелка конечно такая хилая такие стрелки были в объявлениях сто двести чувак питер не мог продать сто восемьдесят сто пятьдесят пять она три дня повисела и и хряпнули и поду чуть-чуть поменьше стрела по тоннажу была в москве 110 он за нее поставил ну ну мяна на мазе стояла 110 потом хуяком поставил 150 за нее ли 160 и и сейчас нет объявлениях наверно продал короче вот здесь чуть-чуть получше стрелка была сказал что если все три гидроцилиндра сжаты то тогда поднимает три тонны уверенно принципе мне это и надо было мне больше не надо стрела общая там длина шесть с половиной или семь метров ну мне достаточно мне блоки возить блоки возить моторы снимать ну такое вот как бы у меня такая работа колодезные кольца там плиты даже не я не возил никогда ну не особо катушки с кабелями ну просто хозяйстве то есть 200 рублей манипулятор плюс доставкой там с поездка 50 легло бы 250 100 тысяч я покупал эту скамейку будку я отрежу платформа оставлю будку использовать под гараж можно можно на участке она стеклопластиковая ну где вы за 400 тысяч возьмете машину с манипулятором я думаю нигде нельзя скамейка знаю скольки метровая 8 что ли будка по мелочам хочу новую и другую решетку привести и бампер кромированы они есть по сотке евро и двери поменять там чуть-чуть есть коррозия мне не нравится но она сейчас как реклама используется видите автостекла авто глушители плюс аренда эскаватора глушители и стекла это мой старый бизнес как бы сейчас на этом ничего не заработать раньше со стекла имел два рубля из установки полторашку то есть стекла коса 15 долларов и из установки 15 до 30 баксов так на кроме это на 30 баксов плюс ты шклеил стекло машина стоит боксе бог заняты ничего делать не можешь если тебя бокс на одну машину все борода две машины в день редко бывает ну было у меня поначалу когда нас 34 фирмы было я только ксигом занимался стеклами сейчас фирма установки стекла как собак недорезных кмк эти русские дешевые стекла геометрия конечно не говно но зато не дешевые это все тема умерла в этом штук по моему 100 было стекол 108 сейчас что там стекол 1015 продал еще остались надо кому-то не знаю сказать есть косяковые стекла то есть старые древние машины есть свежие ну короче надо избавиться нахер даже по 1000 рублей за стекло просто продать там в минусе нахрен минус 200 1300 и и забыть нахрен как страшный словно то не занимает целый гараж шеи там 8 ящиков и не место реально занимают очень много обточил вот шайбу эту сейчас протру это посадочная намажу опять маслом чтобы сальник легче собирался поисок вот этот и буду туда давить ну а вот эта шайба одета один болт сейчас поставлю и щеткой потихоньку буду давить и щетка стоит 2 рубля времени экономит пипец сколько воротком замучишься крутить коленвал будет прокручиваться ну что посмотрим сейчас снял посмотреть еще можно давить ну что еще сальник есть место осталось фаска здесь что опять надеваем 5 отделе ставим опять болт ищем место где там она прошу закручивание Телефон используем как зеркало. Ну вот, сальник был глубже, сейчас почти на своем месте. Еще чуть-чуть гаванул, думаю, будет достаточно. Гайковертом закрутил, потом проверял затяжку, как так отвертку в карданные болты ставил. Видите, и трещоткой затягивал, проверял затяжку. Таким образом, потому что гайковертом крутить, я смотрю, он тянет и тянет, можно обломить болты, потом горе хапнешь. Болт надо будет где-то новый искать, выкручивать с коленвала, там привариваться. Вот, короче, вот так подтянул, вижу, что он тянет и тянет гайковерт. Вот, короче, остановился и решил вот так вот проверить. Все затянуто, даже не надо было ничего затягивать, вообще не подтянулось нифига. Сейчас поставлю ремень, ну и скорее всего буду снимать ТНВД, потому что завтра машина на Минск уходит. Транс моя компания. Остальные, я не знаю, кто еще там возит на Минск. Вот эта вот возит и она повезет, завтра понедельник она уходит. Наверное, сниму и насос, дабы 100% убедиться, что он исправный. Ну, я думаю, что в нем причина, потому что, как они мне сказали, возьми канистру напрямую и запусти туда топливо в насос с самотеком, и он может поедет. А что поехать, если у меня стоит электронасос вот этот, и я его включаю, он качает, и фрактор не едет. О чем это говорит? Говорит о том, что что-то, проблема какая-то с насосом. Какая, не знаю. Трубки магистрали, ну они все чистые. Видео просто, как я делал, это не значит, что надо так делать. Это просто я вам показал мою версию. То есть, как я это сделал, каким образом. Самое главное, видео выкладываю для того, чтобы вы знали размеры сальника, номер сальника, и чтобы вам время сэкономить. А как вы сами это будете делать, это уже ваше личное дело. Я показал не лучший способ, я показал мой способ. То есть, как я придумал, как я вышел из этой ситуации. Поэтому, кто дизлайки ставит и не обосновывает, на основании чего он это сделал, я не знаю, что это за человек. Ну, что ему не нравится. Не знаю. Может, не технический вопрос не нравится ему. Может, ему что-то какое, ну, другое что-то не нравится ставить, дизлайк. Ну, поясни, пожалуйста, за что ты поставил дизлайк. Буду совершенствоваться, чтобы не ставили дизлайки. Ой, парни, перезимовали. Скоро будет сезон. Я думаю, что, наверное, успешный. Всем всего хорошего. До свидания.